Привет всем, меня зовут Элеонора, и вы на моём канале. Это рубрика «Небанальные факты». Что это такое? Это список самых разнообразных фактов, из которых именно вы выбираете, о чём мне снимать ролик. Факты обо мне. Сегодня у нас будет номер 94 «Странные привычки». Не знаю, насколько вам покажутся странными мои привычки, я собрала все такие, как по мне, интересные. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете, и есть ли у нас с вами какие-то похожие привычки. Самое первое и самое главное, и самая моя любимая привычка, любимая, потому что из самого детства, это то, что я всегда разговариваю сама с собой. Я разговариваю сама с собой, сколько себя помню вообще на этой планете. Мне кажется, эта привычка, знаете, она не очень странная. Многие, я так думаю, разговаривают сами с собой, но просто они об этом не говорят, потому что, ну, а смысл вообще об этом говорить? Я бы тоже об этом нигде не говорила, если бы не снимала такой ролик для вас. Многие даже шутят, вот, приятно поговорить с умным человеком. Я вот тоже так считаю. Мне приятно поговорить с умным человеком, который меня всегда поймёт, поддержит. Ну, если серьёзно, я не разговариваю с собой в плане, знаешь, привет, Аль, как дела? Да, привет, всё нормально, а ты как-то тоже ничего, что будешь делать? Ой, да пойдём, наверное, поедим. Пойдём. Нет, такого у меня нет, просто я многое проговариваю вслух. Например, когда я что-то делаю, или убираюсь дома, или собираюсь снимать ролики, я там говорю, так, сейчас надо взять сумку, так, что там, ага, штатив, телефон, надо взять там кофту, воды, так, где сценарий, я, короче, могу просто проговаривать многие вещи вслух. Конечно же, на людях я этого не делаю, от слова совсем никогда. При Денисе, вот, ну, если Денис рядом, то я могу с ним говорить, при нём я тоже, знаете, вот прям так, как-то, когда я одна, не разговариваю, ну, потому как это как-то, вот, знаете, всё равно, вот, хоть мой муж, любимый, все дела, но это чужой, как бы мне человек вообще, даже мама и папа мне чужие, при нём я бы тоже так сама с собой не разговаривала, это, знаете, лично моё. Я никогда не задумывалась, откуда, у меня такая привычка, потому как, я не знаю, может, все люди, да, так разговаривают сами с собой на постоянке дома, может, как бы сказал какой-нибудь психолог, все проблемы из детства, да, знаете, может, мне в детстве было так одиноко, и я разговаривала сама с собой, я не знаю, я в этом не думаю, не задумываюсь, потому что мне вообще по барабану, откуда это, потому что мне комфортно, мне удобно, мне хорошо, я вообще не вижу здесь даже никакой проблемы. Было бы странно, если бы я разговаривала, шла по улице сама с собой, при комнате, наверное, да, при каких-то посторонних, когда мозг не соображает, что вот нужно как-то не говорить вот здесь, вот, да, сама с собой, так сказать, здесь мне что-то не проговаривать. Если я это делаю дома, сама за закрытой дверью, никто этого не видит, то какая разница? У меня есть еще несколько привычек, как мне кажется, они напрямую связаны с тем, что я люблю говорить сама с собой. Одна из этих привычек, она тоже у меня с самого детства, детства, отрочества, я не помню, когда она у меня появилась, это я люблю выдумывать какие-то истории, какие-то диалоги у себя в голове. Я их выдумываю, я их вот как бы проигрываю в голове, да, я не отвечаю, опять же, сама себе, вот я задала вопрос вслух и сама ответила вслух, нет, я отвечаю себе, знаете, как-то вот в голове тот, как будто тот персонаж отвечает. Мне кажется, это какое-то, знаете, я вот всегда хочу как-то сесть, может написать какую-то книгу, я не знаю, по всем моим вот этим диалогам, по всем моим историям, которые я просто выдумываю, да, вот воображаю, что-то фантазирую. Самое главное, что не переживайте, в реальную жизнь я не перевожу ничего такого, знаете, вот как кажется, мне кажется, вот как, наверное, это делают какие-то, да, люди вот с нездоровой психикой, да, как мы говорим, какие-то больные, что там у них шизофрения или ещё какие-то болезни, что они вот прям вот в реальности, они думают, что это какие-то люди. Нет, я просто фантазирую, выдумываю какие-то рассказы какие-то, ну не скажу, что это прям, знаете, полноценная книга у меня рождается, просто у меня рождаются какие-то истории, что-то такое интересное придумываю, ну короче, это всегда, мне кажется, может опять это с детства просто фантазировала, что-то придумывала, не знаю, что об этом сказать, но опять же мне эта привычка нравится, потому что это интересно, у меня очень, как мне кажется, фантазия развита, потому как тоже на пустом месте, ну взять и придумать какую-то историю, вот прям до мелочей персонажей в голове, разработать, какие они, какие характеры, какие они люди, да, вот всё придумать, как в книге, да, которую вы читаете, например. Вот мне кажется, для этого нужна фантазия, она у меня есть, и мне очень хочется, вот серьёзно, хочется написать, возможно, какую-то книгу когда-то. Сяду когда-то с детьми, с внуками и начну писать, буду вспоминать все свои истории, которые мне рождались в голове, иногда, честно говоря, я что-то записываю, потому что когда у меня рождается что-то интересное, да, вот как будто какой-то сценарий к фильму или к книге, вот просто взяло оно и как-то родилось, я бывает записываю, потому что если реально даже сесть и начать что-то писать, ну вот почему бы и нет, почему бы и нет, кто-то начинает петь из блогеров, а я начну писать, а потом и петь, просто чтобы я это не забыла, потому что идеи, бывает, рождаются реально интересные, что я начинаю перебирать, читала ли я такую книгу, видела ли я такой фильм, откуда у меня такие мысли. Знаете, потому что, может, я 10 лет назад смотрела такой фильм, и оно, что там где-то в памяти есть, и у меня такие возникли мысли. Я вспоминаю, что я ничего такого нигде не видела. А мысли-то какие возникают интересные, нужно же записывать, не потерять, чтобы никто не украл твою идею. Поэтому я часто беру такие всякие мыслишки, записываю. Третья привычка, которая, опять же, связана с этим всем, я не могу быть в тишине. Мне кажется, возможно, у меня вот этот навык разговаривать сама с собой родился даже поэтому, потому что я не могу быть в тишине, потому что ты сам создаёшь какие-то голосовые вибрации, звук, и слышишь этот звук, и ты уже как бы не сам. Многие фоном бывают, включают телевизор, вспомните, делаете ли вы так, когда делаете уборку, например, какую-нибудь. Я когда просыпаюсь, первым делом могу телефон поклацать, но если я встаю, я включаю музыку. Самое первое дело, когда я моюсь, я уже про музыки рассказывала, я всегда включаю музыку. Когда я что-то делаю, я всегда что-то включаю. Быть в тишине, у меня просто, у меня мозг как-то не соображает. Вот если я погоду 5 минут, мне сразу хочется что-то, нужно где-то что-то сделать, что-то включить. У меня было такое, что я загружала то ли ролик на YouTube, что-то у меня телефон нельзя было брать в руки, а я на кухне там посуду мыла, что-то готовила, я шла к Деницу, брала его телефон, чтобы что-то включить, потому что я понимала, как это в тишине стоять. Это невозможно, у меня мозг не понимал, как это быть в тишине. Казалось бы, эта привычка такая, ну блин, что в тишине нельзя побыть? Можно, но просто я испытываю, знаете, вот дискомфорт. Вот прям такой, прям вот не по себе становится. Опять же, на фоне этого родилась следующая привычка, которую я вот недавно заметила, что это реально привычка. Мне кажется, опять же, она у многих людей. Это я не могу начать есть, если что-нибудь себе не включу. Обычно это мужское, женское или какие-нибудь ролики на YouTube развлекательные, которые мне нравятся, но вот не могу. Эту привычку я заметила совсем недавно, когда был какой-то случай, что что-то я не могла включить по какой-то причине себе, ролик какой-то, что-то вот не удавалось, так я кушать не садилась. Я понимала, что ну как это в тишине, ну как это я сяду и просто буду есть. А что я буду делать, о чём я буду думать в эту секунду, о еде или о чём-то другом. Мне кажется, мы, Денис, не одни такие, которые любим поужинать перед телевизором, или раньше, например, мы практиковали ноутбук, несли прям в кухню, ставили ноутбук, включали какой-нибудь фильм, или там YouTube, или что там, кто что хочет. Мы там спорили, кто сегодня включает, и садились ужинать. И мне кажется, вот таким вот образом, это просто вырабатывается привычка уже, когда ты ешь, что-то включить. Но как по мне, это не плохая привычка. Это привычка никакая или даже положительная, потому как за то время, которое ты ешь, ты можешь посмотреть что-то познавательное, что-то такое, что тебя интересует. Почему бы и нет? Следующая, так сказать, привычка, как мне кажется, прозвучит очень странно. И, возможно, немножко перечеркнёт всё, что я сказала ранее, или, наоборот, подтвердит. Ну, короче, я не могу смотреть что-то долго. Что я имею в виду? Это когда ты включаешь какой-нибудь фильм, и вот так вот садишься и смотришь телевизор от начала до конца. Я не могу столько высидеть. Я смотрю фильмы, сериалы, да, то самое мужское, женское смотрю, или мастер-шеф, который идёт три часа. Но я не сажусь вот так вот и не смотрю это за раз, например, да, если что касается мастер-шефа, это три часа. Я что-то делаю параллельно. Если я просто лежу на диване, и Денис включил какой-нибудь фильм, я немножко посмотрю, потом я достаю телефон, включаю какую-то игру, например, которую не нужно сильно там напрягать мозги, и я играю и смотрю. Или, например, я могу сесть разгадывать вот эти китайские и японские кроссворды, где нужно зарисовать клеточки параллельно фильму. Я могу что-то писать, могу что-то делать. Но вот так, чтобы сесть и досмотреть этот фильм от начала до конца, я не помню, когда такое было. Единственное, наверное, исключение, это кинотеатр. И то, если это будет неинтересно, я просто уснул. Последний раз мы были на каком-то мультфильме, я его весь проспала. Там просто выхода другого нет. Ты просто сидишь и смотришь. Телефон ты не можешь включить, потому что люди на тебя смотрят. Там ты, ну реально, всё, у тебя выбора нет, выхода нет. Сидишь и смотришь. Ну а что касается дома, это, чтобы сесть вот так и посмотреть, я такого не помню. И последнее, что хочу сказать. Это действие у меня ещё не превратилось в привычку, но чувствую, так и будет, потому что я кайфую просто невероятно. Каждый день это делаю, отказаться не могу. Это перед сном я слушаю АСМР, смотрю, слушаю. И параллельно играю в какую-то такую, знаете, лёгкую игру, что АСМР расслабляет меня и мой мозг. А игра такая, знаете, лёгенькая, логическая, наоборот, его напрягает. Ну, чтобы как-то пройти какую-нибудь зону, нужно напрячь мозги. И вот это в совокупности, перед сном, ой, это кайф. Если кто не знает, что такое АСМР, ребята, включите, посмотрите, послушайте. Знаю, что подойдёт, скорее всего, это не всем. Я пыталась маме включать, Денису, они вообще что-то не поняли прикола. А я познала это недавно, и, ой, кайфую. Вообще, мне кажется, что я обычный, как я люблю говорить, да, среднестатистический человек, девушка, женщина, что каких-то особо необычных прям вот привычек, каких-то особенностей у меня нет. Это я рассказала вам такие, да, вот какие-то повседневные свои на самом деле мелочи. Может, мои мелочи совпали с вашими мелочами, такими привычками. Напишите об этом в комментариях, поделитесь со мной. Других каких-нибудь привычек я пока вспомнить не могу, не могу вам ничего такого сказать. Особенно каких-то, да, вот странных. У нас же не банальный факт, странные привычки. Но если я вдруг что-то вспомню, допишу вам об этом в комментариях. Ну и по старинке, если вам понравился этот ролик, то ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Красная кнопка подписаться под этим видео. И всего вам самого хорошего. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok